МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Видное ТВ». Как всегда, сегодня четверг, и мы работаем в прямом эфире. Если бы все профессии на свете вдруг сложить горою на планете, то, наверное, у ее вершины вспыхнуло бы слово «медицина». Именно это сегодня тема нашего эфира. И у нас в студии начальник управления здравоохранения, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Виктор Петрович Шашков. Здравствуйте! Добрый вечер! Виктор Петрович, ну вот уже 9 месяцев здравоохранение живет в новых условиях. Вы теперь работаете в подчинении Министерства здравоохранения. Что изменилось вообще? Как идут дела? Вы знаете, я сразу немножечко... Очень хорошие вопросы, чтобы маленькую поправку внести. Изменилось как раз то, что я не начальник управления здравоохранения, а я являюсь главным врачом Видновской районной клинической больницы. Потому что с той даты, которую вы обозначили, с 1 января, управления районные были ликвидированы, и учреждения теперь подчиняются напрямую Министерству здравоохранения. Поэтому должность начальника управления здравоохранения была трансформирована в должность главного врача в Видновской районной клинической больнице. А суть-то поменялась? А суть, наверное, для населения, здесь можно разделить для населения, для медицинских работников, непосредственно для исполнителей, для администраторов таких, как я. Наверное, здесь подходы разные. Потому что, безусловно, я и в прошлом году, выступая на таких вот форумах, с вами отмечал, что никаких изменений для населения, а это самое главное, быть не может. Потому что остались те же самые медицинские учреждения. У нас есть Видновская районная клиническая больница со всеми своими подразделениями, это поликлиники, амбулатория. Остался перинатальный центр, скорая помощь, стоматологическая поликлиника. То есть осталось все в том виде. Только утратилась подчиненность. То есть теперь мы подчиняемся не администрации Ленинского муниципального района, а Министерству здравоохранения. Но и в этом отношении я хочу сказать, и даже, может быть, даже подчеркнуть, что наши отношения даже при условии изменения подчиненности, они остались прежними. Потому что администрация Ленинского района нам по-прежнему очень хорошо помогает. У нас прекрасное взаимопонимание. Олегу Владимировичу спасибо за то понимание, которое он оказывает здравоохранению его заместителю, курератору нашему по социальным вопросам, Елене Константиновне, с которой мы буквально сегодня встречались, обсуждали очень важные вопросы. В чем это выражается? Ну, это выражается в том, что для здравоохранения, для работников здравоохранения по-прежнему остались социальные выплаты и льготы, такие как проезд автотранспорта, молодым специалистам выплаты сохранились. Ленинский район финансирует, я скажу, два серьезнейших направления на сегодняшний момент. Вернее, участвует в софинансировании. Это строительство наших двух объектов здравоохранения долгожданных, которые, может быть, идут не такими темпами, как нам хотелось бы. Это инфекционный корпус Видновской больницы и Молоковская участковая больница. Но, тем не менее, процесс идет, и в следующем году, я считаю, что мы реально получим эти объекты уже непосредственно в нашу эксплуатацию. Готовится к передаче в муниципальную собственность от инвестора поликлиника в Бутово парке. При непосредственном участии администрации. То есть, вот такие важные вопросы организационные, они, по сути, не изменились. Изменилась, еще раз повторяю, непосредственная подчиняемость. Может быть, она в данный момент вносит какой-то диссонанс в работу, потому что было что-то привычное, накатанное. На сегодняшний момент нас курирует вновь созданное 12-е так называемое управление Министерства здравоохранения, которое, может быть, пока, опять же, в момент становления и, в общем-то, наверное, не такой желаемой их мощности справляется, может быть, со своими обязанностями. Потому что, действительно, если раньше управление здравоохранения Ленинского района, оно курировало только учреждения Ленинского района, теперь же управление 12-го медицинского округа курирует весь 12-й медицинский округ. А это Озеры, Ступино, Серебряные пруды, Домодедово, Ленинский район. Поэтому есть определенные, наверное, как бы я это назвал, признаки болезни роста. Но я думаю, все эти признаки и симптомы, они, в конце концов, будут ликвидированы. И вся наша административная работа войдет в нормальный ритм. Виктор Петрович, ну это все очень хорошо, это что будут появляться новые медицинские объекты. Но кадровый вопрос. Он всегда серьезно стоял в медицине. Как сейчас обстоят дела? Очень правильный, наверное, своевременный. Более того, я скажу, вот я где-то со своей стороны инициировал эту встречу вечернюю на окраине с населением нашего района. Именно, наверное, коснуться этой темы главной. С одной стороны, мы можем говорить, что, вот знаете, взять чисто показатели. Всегда, если за что-то нас наказывать, вот плохие показатели. За что-то подхвалить, хорошие показатели. Мы, если говорить о кадрах, губернатором была утверждена программа кадровая по здравоохранению. Так называемая, есть дорожная карта по каждому району. И по дорожной карте мы должны быть укомплектованы дополнительно тремя специалистами. Ленинский район. По показателям. А где брать-то их? Секундочку. Я вам скажу, что вот в чем противоречие? В том, что мы перевыполнили уже эту дорожную карту. На сегодняшний момент, значит, здравоохранением, в частности, Видновской районной клинической больницы, принято уже 17 врачей. Понимаете? То есть, план перевыполнен значительно. Я даже говорю о том, что кто-то увольнялся. То есть, плюс 11 врачей у нас нет. Но гордиться этим, я в данном, мне просто стыдно, и я не могу. Почему? Потому что врачей и докторов, докторов по-прежнему не хватает. Так же, как средних медицинских работников. Скупые цифры скажу, что есть такой показатель укомплектованности. Значит, он у нас на сегодняшний момент составляет, по врачам это 57%, по средним медицинским работникам 62%. То есть, по сути, мы понимаем, если рассуждать о 100%, примерно половины нам не хватает. Особенно острая ситуация, безусловно, это детская поликлиника. Ну, потому что дети это наше все, это святое, поэтому она наиболее остра. Хотя, во взрослой поликлинике она не менее острая. Я приведу простые цифры. Допустим, если говорим об участковости, то на 20 участках детской поликлиники, на сегодня у нас всего лишь 9 педиатров, а во взрослой поликлинике на 27 участковых терапевтов, которые обязаны и вести прием, и обслуживать население на дому, и заниматься вопросами диспансеризации. Поэтому, вот знаете, я бы немножко сделал такую ремарку, это не бич Ленинского района. Вот все знают, наверное, и смотрели, был буквально месяц назад форум под председательством нашего президента Владимира Владимировича Путина с Народным фронтом встречи, где он конкретно, этот форум был посвящен вопросам здравоохранения. Там конкретно были озвучены цифры. На сегодняшний момент при том потенциале, который выпускается высшими учебными заведениями, официальная статистика, 30% медицинских работников, во-первых, не доучиваются, они уходят в другие отрасли, и более того, придя даже в отрасль, сейчас очень многие специалисты, они уходят в учреждения частной практики, или создают свои частные практики. То есть государственное здравоохранение для выполнения государственных программ, в частности базовой программы государственных гарантий, оно остается, ну, в какой-то степени обездоленным. Об этом говорят как раз те цифры, о которых я сказал. И людей, я, извиняюсь, просто у меня наболело, я позволю себе продолжить. Просто, знаете, если мы еще год назад, поверьте, это вот такой короткий промежуток времени, если мы еще год назад, в частности в Ленинском районе, говорили о привлечении специалистов, говорили, да, заработная плата мы привлекаем сюда, они видят, что в Москве побольше уходят туда, главный козырь должно быть жилье. На сегодняшний момент и главой района, у нас был губернатор в апреле месяце приезжал, посещал, в частности, детскую поликлинику, значит, поставлена задача выделения специализированного фонда жилья, значит, уже первые пять квартир выделено, и те люди, о которых я сказал, уже приняты в поликлинику, это благодаря этому. Но суть в другом. Дело в том, что, допустим, на сегодняшний момент я сделал маленькое отступление, я сегодня встречался с первым заместителем главы района Еленой Константиновной, как бы речь шла еще и о выделении жилья так называемого специализированного общежития, то есть выделяется квартира коммунального типа, потому что кто-то приезжает, молодой специалист, которому только бы, значит, влиться в работу, но для этого ему где-то необходимо жилье. И что вы думаете? Народ, мы, у меня отдел кадров специально было поручено, в течение недели они не слезали с телефонов, обзванивали все близлежащие территории, не имеется в виду Московскую область, имеется в виду Иваново, Ростов, Липецк. За все это время мы нашли, только откликнулся и согласился приехать, посмотреть на те условия, которые мы им предлагаем, всего лишь один человек. А почему? И уровень зарплат в Подмосковье гораздо выше, чем в тех регионах, которые вы называете. Совершенно справедливо. Но и объемы работы, которые сейчас здесь свалились на медицинских работников, ну как свалились, это, наверное, объективный процесс, он объективен тем, что численность населения здесь прирастает очень быстро и кратно. То есть уровень строительства жилья, он превышает любые уровни строительства социальных объектов и комплектования медицинскими кадрами. Потому что, еще раз повторю, мы, общий показатель по стране на 30% уменьшается, медицинские работники уходят из медицины и здравоохранения, количество народа в частности в Московской области увеличивается, поэтому получается соответствующая диспропорция. Я просто даже пример приведу, буквально неделю назад приезжал у меня очень хороший специалист, участковый педиатр из Ставропольского края, с которым мы очень хотели, чтобы она осталась у нас работать, но она поехала, посмотрела те объемы. У нас очень два сложных, без сложных территории. Это, конечно, видное и булатниковское поселение на западе нашего района. Это такие районы, как Дрожжино-1, Дрожжино-2, Бутово-парк. Но в Бутово-парке, как я сказал, уже у нас, мы надеемся, к концу года сейчас идет процесс передачи, мы получим поликлинику и это как-то разгрузится. Но ведь эту поликлинику, помимо стен, еще надо насытить медицинскими кадрами. Вот это для нас будет, конечно, главной задачей. Потому что, общаясь даже с коллегой из соседнего нашего района, там тоже выделяются квартиры, мы общались с ним, он говорит, нашли двух участковых терапевтов, которые через два месяца положили просто, им выделили квартиру, сказали, вот вам ключи, спасибо, но мы работать не будем. Потому что, то есть, даже такие прецеденты. Ну, к сожалению, наверное, уже народ у нас, в частности, медицинский персонал, естественно, на частных приемах, в частных клиниках, реализуя себя, они, наверное, меньшими затратами, трудозатратами, эмоциональными затратами, наверное, получают большее удовлетворение и большее средство. Виктор Петрович, ну вот так руку на сердце положа, скажите, эта проблема решаема или когда-нибудь решаема? Ну, по крайней мере, она решаема, если руку на сердце положа не сегодняшним днем. Нет, имеется в виду, ее можно решить, в конце концов, то есть, вот взять, сейчас будут у нас еще дополнительно, то есть, у нас уже готовы списки, мы представили их администрации, мы будем приглашать людей, безусловно. Но, знаете, вот если быть немножко организатором выше, посмотреть на это, что называется, сверху, знаете, когда мы возьмем и пригласим из соседней территории, я не думаю, что Воронежской области станет лучше от того, что участковый педиатр приедет в Подмосковье. Я прекрасно понимаю, что да, для нашего населения это важнее, и мы этим занимаемся. Еще раз повторю, у меня буквально в субботу приезжает из Липецка, значит, участковый педиатр. Дай бог, чтобы он остался. Но, по сути, проблема-то она гораздо глубже, потому что, действительно, надо, наверное, уже принимать решение о какой-то государственной программе поддержки здравоохранения в целом. Это да. Мы еще не успели с вами толком разговориться, как говорится, уже начали поступать вопросы. Я, в принципе, ожидала, что тема будет достаточно интересна для наших жителей. Вот, смотрите, вопрос очень интересный, на мой взгляд. Хотелось бы узнать, как на территории больничного комплекса соблюдается закон о курении. Это задает нам его Татьяна Снежко. Кто следит за исполнением этого закона? Были ли когда-нибудь наложены штрафы? И почему до сих пор возле больницы, поликлиники и роддома люди продолжают курить? Надо сказать, очень неожиданный вопрос. Но, с другой стороны, мне чрезвычайно приятно, что людей интересует и это. Очень правильный вопрос, наверное, и задан он человеку некурящему, который действительно посвящает себя борьбе с курением. Наверное, все знают о том, что буквально на предыдущей неделе было принято изменение к закону, который до этого был принят. Основной закон о борьбе с курением, где, в общем-то, разрешено уже и на транспорте. При создании определенных условий разрешено курение. Кто следит за этим? Следит, конечно, руководитель. Слежу я на территории перинатальный центр, главный врач. Естественно, соблюдение законодательства. Вы знаете, здесь противоречивость заключается в том, в чем. Ну, вот я просто, как вы сказали, хорошую фразу, положа руку на сердце. Есть медицинский персонал, который, безусловно, я требую соблюдения этого законодательства. Вот те изменения, которые сейчас вышли, я уже распорядился о создании так называемого курительного места, которое должно быть, по закону должно быть, и мы его обязательно на территории, за пределами, не рядом, там есть предельно допустимые границы, мы ее создадим. Значит, что касается... Штраф их-то. Что касается наших пациентов, вот это как раз наиболее сложное. Почему? Потому что мне и медицинский персонал, и заведующие отделением на наших утренних конференциях очень часто жалуются, когда я их спрашиваю из-за соблюдения законодательства. Это точно так же, как, ну, с одной стороны, можно понять, который человек всю жизнь курил, его изолировать, тем более больного в палате, естественно, у него определенные инстинкты движут к тому, что он все равно курить хочет. То есть человек идет на какие-то нарушения, он закрывается в туалете, на задней лестнице еще где-то, и так или иначе, но этот человек больной, то есть мы можем по нашим нормативным вещам взять его просто и выписать за нарушение режима, но станет ли ему как больному человеку после этого легче? Ведь кто-то лежит с тяжелой пневмонией, кто-то лежит с язвой желудка и так далее. Поэтому здесь, знаете, где-то на подкорке морально-этического кодекса мы боремся как с собой, так и с пациентами. Поэтому действительно закон соблюдать надо при тех допустимых, наверное, еще раз повторяю, изменениях. Наверное, мы это постоянно делаем. Более того, за этим следит Росздравнадзор, который, в общем-то, с завидной периодичностью к нам приезжает, видит ту пропаганду, которую мы ведем, но не буду закрывать, конечно, нарушения в этом отношении есть. — Ну так опыт штрафов был или нет на территории наших больниц? — Дисциплинарные наказания для сотрудников больницы были, но для пациентов никого мы не выписывали. К сожалению, это так. — Ну, наверное, это правильно. — Наверное, конечно, требуются более жесткие меры, но еще раз повторяю, это все-таки для нас в первую очередь пациент, а не нарушитель закона. — Сейчас осень. Число людей, которые подхватили ту или иную инфекцию, простудные заболевания увеличилось. Это грипп вообще ждет ли нас эпидемия гриппа в этом году? — Ну, вы знаете, мы как раз это все ощущаем на себе, но надо понимать разницу между эпидемической обстановкой, подъемом заболеваемости вирусными заболеваниями респираторными, которые так называемые ОРВИ, острые вирусные респираторные инфекции, и гриппом. — Грипп, безусловно, на сегодняшний момент он не регистрируется, и по данным Всемирной Организации Здравоохранения пока еще волны не намечаются. Но, естественно, она обязательно будет, потому что этот процесс волнообразный и ежегодный. Более того, обязательно ведется работа и во Всемирной Организации Здравоохранения, и у нас эпидемиологи этим занимаются. Уже выяснено, что штамм гриппа будет тот же самый, какой был в прошлом году, поэтому, в принципе, вакцина та же самая, что и в прошлом году. Значит, противогриппозные профилактические мероприятия, конечно же, заключаются прежде всего в иммунопрофилактике, вакцинопрофилактике. Значит, она у нас поставляется по государственным программам, наша российская вакцина Гриппол. Для того, чтобы предупредить так называемую эпидемию, а она всегда характерна для конца января-февраля месяца, значит, необходимо иммунизировать население от численности населения примерно до 25%, 20-25%, для того, чтобы эпидемия не достигала запороговых каких-то значений. Мы всегда с этой, Ленинский район, в частности, здравоохранение Ленинского района, всегда с этой задачей справлялось. Последние годы у нас эпидемические пороги не превышались, и в этом году у нас уже пришла вакцина и ожидается еще в ноябре. То есть мы до декабря, как раз за два месяца до ожидаемой эпидемии, мы проведем полностью, закроем иммунизацию. На сегодняшний момент уже привито более 50% детского населения и чуть ниже 50% взрослого населения. Здесь может быть маленькая ремарка, важная для населения, потому что на сегодняшний момент при вот этой гласности, раскрученности всех медийных средств, гаджетов, информационного пространства широкое, многие считают, что вакцина бывает и вредна, и прививаться бывают какие-то отклонения, осложнения на прививку. Я хочу сказать, что может даже кто-то смотрел по телевидению, вице-премьер нашего федерального правительства, госпожа Голодец, она показывала, она прививалась нашим прививкой гриппола. Я в том числе этим же занимался обязательно. И по календарю прививок должен прививаться население у нас от 6 месяцев, дети, организованная группа населения. Поэтому я всех призываю к этому. Здравоохранение в этом, ну оно что делает? Оно, во-первых, прививает, оно предоставляет условия для прививки. То есть имеется в виду, если вы даже не попадаете в круг обязательно привитых людей, вы можете приобрести вакцину сами, есть, если кто-то желает какие-то импортные вакцины, я их не буду называть. То есть приобрести, просто прийти в поликлинику к участковому терапевту, который направит вас в процедурный кабинет и вам эту прививку поставят. Но уже пора? Конечно, конечно, конечно. Я об этом и говорю, что на сегодняшний момент уже более 50% населения у нас привито. И до конца декабря это желательно сделать. И чем большее количество, повторю, людей будет привито, тем, наверное, в большей степени мы будем ожидать непревышения порогового значения заболеваемости. Виктор Петрович, я хочу задать вам не очень приятный вопрос. Ну вот, на одном из сайтов Ленинского района был проведен опрос. Тема опроса звучала так. Хуже всего в Ленинском районе работает. Лидером, к сожалению, в этом опросе является медицина. Почти 31% проголосовавших заявили об этом. Как вы считаете, почему это? Что это? Ну, в общем-то, в этом, знаете, что сказать про... Как вы выразились, вопрос не очень, не очень... Хуже всего в Ленинском районе. Нет, вы сказали вопрос не очень приятный, да? Не приятный, конечно. Ну, я бы его не относил к этой категории, потому что цифры абсолютно объективные. И то, что мною было сказано, в частности, по кадровой проблеме, это все подчеркивает и объясняет. Более того, я хочу сказать, что цифра-то в целом, потому что я владею статистикой, она, наверное, не такая и большая. Потому что, опять же, ссылаясь на тот форум, который проводил наш президент с Народным фронтом, там было показано, что в целом сейчас по стране отношение к медицине, к реформированию, которое проводится в медицине, в частности, оно негативное, оно превышает 56%. Поэтому я отдаю себе отчет, наверное, в том, как руководитель здравоохранения, как руководитель больницы, наверное, в процессе каких-то изменений, реформирований, ну, ничего просто не дается. Но я абсолютно понимаю и тоже отдаю себе отчет, что это делается не для того, чтобы было хуже. Наверное, надо, наверное, пройти какой-то этап, чего-то добиться. Вот тот же процесс комплектования кадрами, он же не дается просто. Значит, мы, наверное, должны все понимать это. И вот могу привести пример сегодняшнего дня, он очень простой, насущный и понятный. Значит, сегодня у нас как бы основное направление, которому уделяется сейчас внимание здравоохранения, это первичное звено, это поликлиники. В поликлиниках внедряется так называемая электронная регистратура. То есть запись к врачу в поликлинику можно осуществить по интернету, по информату, которые стоят в поликлиниках. Через регистратуру вас в электронном виде могут записать. Значит, можно записать в электронном виде врач к врачу. Казалось бы, абсолютно благодатное, благородное дело. Но мы же реально должны понимать, от того, что мы внедрили электронную регистратуру на сегодняшний момент, она может даже сейчас давать какие-то определенные негативные реакции. Вот я скажу, насколько много внимания в области уделяется сейчас губернаторам здравоохранения, то есть для него это как бы номер один отрасли на сегодняшний день. Поэтому и спрос очень большой. Значит, вот если кто бывал в учреждениях, а все наверняка бывали, кто смотрит нашу программу, все видели там в каждой регистратуре, в приемном отделении везут мои портреты с подписью товарищей. Значит, пожалуйста, обращайтесь по любому поводу. Мой сотовый телефон раскаленный днем и ночью. Звонят, делают предложения, кто-то ругается, кто-то обижается, кто-то понимает и благодарят в том числе. Но я хочу сказать, что по отношению к регистратуре мы делаем это шаг в завтра. Но взять и решить проблему одним внедрением электронных средств без наличия кадрового состава – это просто невозможно. Буквально самый поверхностный пример. Человек сидит на приеме, сейчас многие слышали, вышли новые поправки к приказу Министерства здравоохранения. Сколько человек может принимать участковый терапевт, сколько отпускается на прием одного человека – 15 минут и так далее. Раньше было 12 минут, сейчас 15. И многие воспринимают, вы должны уделять нам больше времени. Если мы рабочее время участкового врача или специалиста врача разделим, и это должно выйти как карточка, свободная зона для посещения. То есть вы что увидите в интернете, чтобы записаться или в инфомате? Вы открываете конкретного специалиста, там написано 15 минут на человека в час. Он должен работать на приеме 3 часа. Сколько он должен принять? 4 за час, 4 умножить на 3 – 12 человек. Сейчас в детской поликлинике при повышенном уровне заболеваемости, у нас сейчас повышенный уровень заболеваемости, все приехали из отпусков в холодное время, идет иммунный сбой сразу, очень большой заболеваемость РВИ. У нас участковые терапевты принимали по 50 человек в день. Естественно, внедряя этот электронный продукт, мы заведомо понимаем, что человек в эти рамки, которые отпускаются в электронном виде, он втиснуться не может. Поэтому мы максимально принимаем меры различного характера. Мы ссадим ответственных дежурных, мы ссадим дежурных администраторов. У меня заведующие поликлиники, заведующие отделения просто сами принимают непосредственное участие в процессе. Вот ссылочку на детскую поликлинику хотелось бы сделать. Буквально очень острая ситуация была в конце сентября, 15-20 числа. Опять же, она с чем связана? То же самое электронная регистратура. Значит, у нас было из 20 участков, у нас было всего 4 участковых врача-педиатра. Потому что врачи, это просто хочется заметить, что это точно такие же люди, которые болеют, у которых такие же дети, болеют и их дети. И сегодня она на приеме, завтра неожиданно она на этот прием не выходит. Естественно, и электронное распределение, оно должно претерпевать перераспределение. И поэтому те очереди, уважаемые наши жители, я, во-первых, хочу принести вам свои извинения, может быть, за то, что мы, наверное, не всегда в полной мере успеваем удовлетворить ваши потребности. Но, поверьте мне, ни один человек, и вы, наверное, это сами знаете, он не остается без медицинской помощи, потому что, звоня мне на прямую линию, многие говорят, вот не успел дойти, я вызвал врача на дом, но врача пока нет, потому что врач порой приходит и в 10 часов. Потому что из той нагрузочной нормы они принимают по 30 вызовов в день. То есть, понимая, что на 20 участках должно работать 20 участковых терапевтов, а вместо них работают 4, к сожалению, вот взять и хлопком в ладоши решить эту ситуацию порой не представляется возможным. Поэтому я вас просто прошу, какого-то доли понимания и, может быть, чуть-чуть терпения, потому что ведь и медицинские работники на приемах, они стоят в определенных рамках. Им надо так или иначе вас обслужить, но вот этот вот тот объем, который обрушивается, особенно в период эпидемии, он не всегда бывает регулируем, я вот так вот скажу. Поэтому вот просто моя большая просьба, еще раз говорю, все, наверное, даже я в меру своей занятости и необходимости смотрю тоже социальные сети, я смотрю те переписки, которые мамочки, особенно из детской поликлиники ведут, обращения. Давайте обратимся к губернатору, еще раз я повторюсь, наверное, что губернатор был, он в курсе этой ситуации. Более того, поставлена задача и в новых микрорайонах строящихся, инвесторы планировали под частные центры медицинские учреждения отдавать. Стоит задача передачи именно в муниципалитет, но я прошу также понять, что это не решится, вот просто завтра мы захотели. Мы сделали очень большой шаг поступательный, потому что узких специалистов, я привел цифру, 11 специалистов принято только за последние три месяца. Мы приняли двух неврологов, хирурга, ортопедо-травматолога, окулиста, лор-врача, УЗИ-диагностика, то есть просто даже не перечислить. Но тем не менее, опять же, привожу альтернативную какую-то цифру, у нас если в прошлом году в новостройках города Видного прибыло 1100 детей, то уже в этом году 1500 детей до года конкретно, значит, 280 детей. Это то же самое в новых микрорайонах, о которых я говорил, Дрожжино, где пока еще не открыта поликлиника, поэтому тяжесть нагрузки тоже ложится на детскую поликлинику. Виктор Петрович, все очень хорошо, но мы с вами не успеем еще ответить на вопросы наших телезрителей. Но я что хочу сказать, я не случайно начала сегодняшний эфир с цитаты Эдуарда Осадова по поводу медицины и ее места на нашей планете, потому что кроме негатива есть и позитив. В понедельник в эфире Видного канала в новостном блоке прошел сюжет, который был снят специально по письму по обращению благодарного клиента. Это была Елена Сидикова, наверное, правильно я произношу ее фамилию. Она выразила благодарность коллективу травматологического отделения Центральной районной клинической больницы. И вот давайте сейчас мы и наши телезрители с удовольствием посмотрим еще раз этот сюжет. Отделение травматологии Центральной районной клинической больницы существует с 1979 года. Трудятся в нем профессионалы своего дела. Василий Марьянович Головчак, заведующий отделением, заслуженный работник здравоохранения. Он потомственный врач. Его дед, отец, мать были докторами. Путь в профессию у Василия Марьяновича был предопределен. За годы работы в больнице более 30 лет он успешно сочетает практическую работу с научной. Под его руководством отделение постоянно развивается. Применяются новые методики лечения больных. Практически все методы остеосинтеза костей мы выполняем. Также мы широко лечим больных с различной патологией. Это патология стопы, деформации стоп, патология позвоночника. Занимаемся эндопротезированием тазоверного сустава. В основном это люди пожилого возраста, которые попадают к нам с переломами шейки бедра. В рамках национального проекта «Дорога» отделение получило рентгеновскую передвижную установку. Среди многих операций хирурги отделения проводят и операции на коленном суставе при помощи нового современного оборудования. Человек, получивший травму, на какое-то время выпадает из привычного ритма жизни. После операции ему приходится заново учиться управлять своим телом. У нас хорошие методики, которые оперируют. Врачи наши проводят операции. А моя задача поднять их и после этих операций успешных на своих ногах уйти домой. Ну, на костылях, с ходунками. Бывает, что слово даже лечит лучше, чем любой укол или какой-то препарат, лекарство. Уход вообще подходит с санитарком, они за тобой ухаживают. Медсестры ни разу не сказали, что нет, с каким-то вопросом к ним не обращаясь, на все получаются, так сказать, ответы и помощь. А врачи отделения и заведующие отделения – это врачи от Бога, специалисты от Бога. Для многих больных, особенно для тех, кто перенес сложные операции, хирург и царь и бог. Но герои нашего сюжета считают, что надо просто быть ближе к человеку и грамотно выполнять главное свое предназначение, которое они выбрали – лечить людей. Людмила Медведева, Евгений Петров, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Вы смотрите прямой эфир, и сегодня у нас в студии главный врач в Видновской клинической больнице Виктор Петрович Шашков. Виктор Петрович, ну это правда приятно. Очень приятно. Спасибо вам за сюжет, спасибо нашим докторам. Я, может быть, еще чуть-чуть добавлю, потому что одному из наших корифеев в больнице, нашему профессору, уважаемому, исполнился юбилей, довольно серьезный, большой юбилей. Поэтому позвольте, вот, может быть, даже от всех наших граждан Ленинского района его поздравить с этой замечательной датой. Это Вячеслав Тимофеевич Кривихин. Будьте здоровы, наверное, все присоединяются к моим словам. А юбилей какой? 70 лет. 70 лет. Я думаю, про мужчину цветущего это можно сказать. Виктор Петрович, ну вот пока мы с вами смотрели сюжет, мне поступил сигнал о том, что очень много звонков с благодарностями. С благодарностями тем врачам, которые работают на территории Ленинского района. Только у нас вот небольшой сбой в технике произошел. Мы не можем этого увидеть, но я думаю, что когда в газете «Видновские вести» будет расшифровка сегодняшнего эфира, мы обязательно эти вопросы, ну, во-первых, вам передадим и напечатаем их в газете. Спасибо. Диспансеризация. Еще одна тема, которую нужно бы, наверное, сегодня вспомнить. Существует ли с ней проблема вообще, как она идет? Знаете, да, существует. И спасибо, что подняли этот вопрос. Хотелось бы на нем чуть-чуть остановиться, потому что диспансеризация – это очень важное профилактическое направление в медицине. Но, к сожалению, народ, особенно вот в таких территориях, приближенных к Амкаду, которые так вот, может быть, не очень красиво называют иногда спальными районами, действительно, эта задача очень трудновыполнимая. Поэтому я бы хотел обратиться ко всем. Знаете, диспансеризацию мы осуществляем как профилактический метод. Он делится на две группы населения. Это неорганизованное, которое работает в коллективах трудовых и неорганизованное. Значит, несколько лучше она у нас идет как раз в неорганизованных коллективах. А вот в организованных коллективах, к сожалению, мы не всегда получаем отклик в сердцах работодателей, прежде всего. Казалось бы, на вару должно бы быть, да? Совершенно справедливо. Казалось бы, должно быть. Но, тем не менее, я вот сейчас мы большую работу, опять же, сошлюсь совместную с администрацией Ленинского района проводим. Но, тем не менее, я вот даже, знаете, захватил для того, чтобы не забыть, наверное, единственный листочек. Потому что, по крайней мере, то, что мне мои ответственные люди дают, очень крупные предприятия, такие как Мегапак, он просто отказ. Это серьезная по численности населения, по численности работающих предприятий, где там в пределах 500-600 работающих. Не откликаются ЭДАС, ПАК, ЭКОТРАНС, НЕЛТ, АСТ-СИСТЕМС. То есть, тоже крупные такие предприятия, которые я бы попросил работодателей. Это очень серьезный регулятор. Поверьте мне, может быть, народ как-то, может, кто-то и хочет, но не отпускают с работы. Но это комплексное мероприятие, и нам очень важно выстроить порядок прихода конкретных предприятий, чтобы у нас многие... Вот был координационный совет в администрации, и многие предъявляли нам претензии, что приходят, сидят в очередях. Но эти очереди и возникают из-за того, что мы пытаемся выстроить именно поточность на определенные дни. Допустим, договорились с предприятием, вы придете там пятницу, четверг, пятницу, субботу. В такое-то время, в такое-то дни. А потом, когда это время уже выходит, а мы приходим к Новому году уже в каких-то определенных сжатых условиях, а предприятий неохваченных еще много, поэтому нам надо этот поток распределить. А может быть, дело в деньгах? Ну что вы, диспансеризация? Конечно, диспансеризация это абсолютно бесплатно, это государственная программа. Тем более, важность-то ее заключается в том, что выявление заболеваний в ранних стадиях. Всем просто кажется, может быть, народу, наиболее частые заболевания какие? Гипертония, значит, сахарный диабет, опорно-двигательный аппарат, орган глаза. И все относятся, ну, гипертония, повышенное давление у нас и так есть, не задумываясь о том, что это завтра-то, в принципе, предвестник того же инсульта, который может привести, ну, к самым непоправимым последствиям. Поэтому я вас еще раз повторяю, очень прошу откликнуться на это. У нас есть везде контактные телефоны, и мы всегда готовы, мы выходим на связь, но, к сожалению, откликов этих взаимосвязей, обратной связи мы не видим. А что касается неорганизованного населения, я бы обратился в плане прикрепления к нашему первичному звену, к нашей поликлинике. Важной проблемой очень коротко скажу, потому что от этого зависит наша жизнь и наше финансирование. Потому что очень многие жители, приобретая здесь жилье, те же самые москвичи, ну, наверное, экономия на чем-то, они не открепляются к Москве и не прикрепляются у нас, они остаются в Москве, а помощь медицинскую приходят получать у нас. Но финансирование по душевое мы на этих людей не получаем, а помощь оказывать должны. Поэтому я очень прошу приходить, мы работаем с 7 до 19, поликлиника Видновской районной клинической больницы, и амбулатории в том числе, безусловно, приходить и прикрепляться. Потому что это вообще как бы государственная задача, очень важная для всех нас. Виктор Петрович, ну, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Я, прежде чем попрощаюсь с вами, хочу заверить наших телезрителей. Все вопросы, которые вы прислали нам в эфир, мы обязательно передадим Виктору Петровичу, он даст на них ответ. И в ближайшем выпуске газеты «Видновские вести» вы сможете прочитать ответы на ваши вопросы. Спасибо вам большое, что вы нашли время прийти к нам, ну, к сожалению, не на все вопросы ответить, но это дело наживное, как говорится. Спасибо. Да, ну, а нашим телезрителям осталось только сказать, будьте здоровы, берегите свое здоровье. До встречи в эфире. Спасибо. 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 Спасибо.